МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это нелегкое, ответственное, но в то же время интересное и познавательное событие. Муниципальный этап метапредметной олимпиады школьников. Показать, насколько слаженность ваша стройка и насколько слаженность ваша ценность. Возрождение конкурса строевой песни в образовательных учреждениях. Сводка криминальной обстановки в городе. А сейчас об этих и других событиях подробнее. На минувшей неделе состоялось установочное собрание первых шести членов Общественного совета Десногорска, утвержденных главой города и городским советом. Были избраны еще трое. Кто они и каков окончательный состав Общественного совета второго созыва, узнаете из нашего первого сюжета. Всего в совете должно быть девять человек. Одну треть членов Общественного совета утвердил глава Десногорска – Максим Володин, Владимир Исаев и Алла Мосягина. Вторую треть, утвержденную городским советом, представляют Татьяна Желтышова, Ирина Захарова и Ольга Романюк. Этим членам Общественного совета предстояло избрать еще троих кандидатов из четырех представленных. Обсудив кандидатуры Алексея Тюрина, Дениса Куролесова, Елены Ледневой и Олега Каравашкина, открытым голосованием единогласно поддержаны первые три человека. Общественный совет города Десногорска второго созыва избран полностью девять человек. В него вошли Володин Максим Александрович, Желтышова Татьяна Георгиевна, Захарова Ирина Владимировна, Мосягина Алла Ивановна, Романюк Ольга Яковлевна, избранные сегодня Куролесов Денис Александрович, Леднева Елена Петровна, Тюрин Алексей Вячеславович и я, Исаев Владимир Владимирович. До праздника члены общественного совета соберутся на первое организационное собрание, выберут председателя, зама и секретаря, а также утвердят план работы. Минфин Российской Федерации против доиндексации страховых пенсий на 0,4%. В правительстве прошёл первый круг согласования доиндексации. Топилин считает, что протест Минфина противоречит закону. Также известно, что Минтруд собирается настоять на повышении выплат. Предлагалось проиндексировать пенсии на 1,5%. С 1 февраля пенсии выросли в среднем на 703 рубля. За первенца в России будут доплачивать. На заседании Совета Федерации собираются обсудить введение дополнительной выплаты семьям, в которых родился первый ребёнок. Таким образом, власти собираются поднять уровень рождаемости. Сейчас мамами становится поколение 90-х. В те времена рождаемость была низкой, демографическая картина была печальной. Поэтому это поколение немногочислено. В Десногорске прошёл муниципальный этап метапредметной олимпиады в рамках проекта «Школа Росатома». Её участниками стали сильнейшие ученики 5-8 классов из всех школ города. Подробности далее. Состязания эрудитов проходили 2 марта. Пять разновозрастных команд, вторая школа выставила сразу две команды, в течение двух туров показывали знания по всем предметам и сообща находили правильное решение. Педагоги, кураторы команд выполняли функцию рефери, наблюдали за работой в группах, оценивали коммуникативную, учебную и информационную грамотность участников олимпиады. В федеральном государственном образовательном стандарте закреплено такое понятие, как метапредметные результаты. Их учителю, ученика нужно формировать и оценивать. Вот эта метапредметная олимпиада как раз оценочное образовательное событие, которое оценивает, насколько сформированы у детей метапредметные умения, навыки, метапредметные результаты. Интеллектуальные испытания с успехом преодолели все пять команд. Не у всех были правильные ответы, но решения были у всех. Дипломы участников и подарки от Смоленской АЭС получили команды 1-й и 3-й школ. Третье место у ребят из 4-й школы. Вторыми стали эрудиты 2-й школы команда 2-2. Первое место жюри присудило команде 2-1 из 2-й школы. Именно они будут представлять Десногорск на Всероссийской метапредметной олимпиаде, которая пройдет на Калининской АЭС в Удомле. Прежде всего нам помогла командная работа, поскольку мы из одной школы, по крайней мере нам было трудно сплотиться, но мы работали командой, и я думаю, вот эта работа общекомандная нам и помогла. В начале апреля наши ребята будут отстаивать честь родного города, состязаясь с представителями 19 команд. От души желаем им победы. А пока есть время на подготовку. Областное управление опеки и попечительства подсчитало количество детей-сирот в области. 427 детей находятся на воспитании в 400 семьях попечителей и опекунов. 132 ребёнка – круглые сироты. 16 детей под опекой с согласия родителей. 28 детей – инвалиды. Все эти дети получают деньги на содержание каждый месяц. Также сообщается, что 4 ребёнка с начала этого года остаются без попечения родителей. В школе номер 3 Десногорска решили возродить хорошие советские традиции. 2 марта в спортивном зале прошёл смотр строя и песни среди учащихся. Все подробности прямо сейчас. В мероприятии приняли участие команды 5-х и 7-х классов. Участников смотра приветствовал исполняющие обязанности главы города Сергей Тощев. Я желаю вам сегодня, ребята, вы все, где вы на улице, показать, насколько слажен ваш строй и насколько слажен ваше стройное место. Желаю вам подачу. Школьники показали своё умение маршировать и ходить строевым шагом, а также выполнять команды. Выправку и навыки участников оценивали настоящие военные. В России профессия военного всегда считалась почётной, поэтому во все времена подростки хотели быть похожими на солдат. Раньше в школах подобные праздники были традицией. О том, как появилась идея её возродить, нам рассказала Людмила Сохранич, начальник штаба юноармейцев Десногорска. Это возрождение юноармии, которая была в 70-х годах. Это очень здорово. Здорово научиться защищать родину, научиться строю, научиться дружить, поддерживать друг друга. Поэтому мы так решили это возродить. Профессиональному военному, конечно, видны все ошибки и мелкие недочёты, которые допускают участники конкурса. Но военный комиссар города как будто их не замечает и хвалит ребят. Эти мероприятия просто необходимы. В наше нынешнее время это актуально. И ребята молодцы. У них вы сами видите, у них искры в их глазах. Им это нравится, им это интересно. Этот гимн, эта юноармия, это всё просто необходимо для них, для нас, для нашего будущего. Пригодится ли этот урок в будущем участникам смотра или нет, пока предсказывать рано. Но то, что каждый из них почувствовал себя настоящим солдатом и гордился этим, можно сказать с полной уверенностью. Первое место за военную выправку заняла команда 5-го А-класса. Второе место у 7-го А-класса. И третье место у команды 5-го Б-класса. Все остальные участники были отмечены почётными грамотами. В Смоленской области коррупция среди чиновников идёт на спад. Количество взяток в Смоленской области в 2016 году уменьшилось на 7%. Об этом сообщили на заседании комиссии по организации проверок деятельности органов исполнительной власти региона по вопросам противодействия коррупции, в который принял участие глава Смоленской области Алексей Островский. По оценке Генеральной прокуратуры, в первом полугодии 2016 года наша область вошла в тройку регионов-лидеров по темпам снижения коррупции. Количество зарегистрированных преступлений снизилось вдвое – с 70 до 35 за аналогичные периоды 2015-2016 годов. В Смоленске спортсменов наградили значками ГТО. На коллегии Главного управления спорта Смоленской области особое внимание уделили созданию эффективной системы вовлечения смолян в занятия физической культурой. Также на коллегии подвели итоги второго этапа реализации комплекса ГТО в Смоленской области и вручили значки юным смолянам. А победители и призеры региональных всероссийских и европейских первенств были награждены ведомственными знаками Министерства спорта России, благодарственными письмами губернатора Смоленской области и денежными поощрениями. Криминальные новости. В областном центре задержали группу лиц, которые подозреваются в вымогательстве миллиона рублей у предпринимателей. Оперативники установили, что трое смолян по предварительному сговору под угрозой применения насилия взымали с предпринимателей деньги за осуществление торговой деятельности на территории вещевого рынка на площади Желябова. Все участники группировки были задержаны. По факту возбуждены уголовные дела по статье вымогательства. Видеодраки двух дисногорских школьниц попало в сеть интернет. Инцидент произошел во дворе третьей школы города. По информации полиции, прибывшей на вызов с помощью кулаков, девочки решили разобраться в любовном треугольнике. По факту ведется проверка. Ни одна из сторон заявления в полицию не написала. Также по итогу конфликта никто не обратился за медицинской помощью. О том, что еще произошло в городе за минувшую неделю, нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 117 сообщений о происшествиях. Из них 4 сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 105 административных правонарушений, в том числе 87 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлечен 1 человек. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к ответственности привлечены 12 человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова